В жизни сотрудников. Если мы говорим о сотрудниках, то это в принципе, что наши сотрудники, что ваши сотрудники, это люди. Да, специфика немного разная, но очень схожие моменты, жизненные ситуации. Поэтому я бы хотела начать с того, что в этой теме сразу слышно качество жизни. Да, вроде бы в трессах очень много всего говорится, но когда мы говорим о качестве жизни, вы сейчас каждый попробуйте об этом сочетании слов до дома, о качестве жизни. И, конечно, у каждого приходят разные муки. Обычно с качеством жизни, как ни странно, связывает какой-то материальный фактор. Но богатые тоже плачут. И мы понимаем, что здесь у каждого субъективная, такая индивидуальная интерпретация, понимание, какая-то удовлетворенность жизни не только в материальном плане, но и психологическом. И тут мы приходим к тому, что психологическое содержание этого понятия, оно связано с нашими целями, с нашими ценностями, с нашими смыслами, с нашими удовлетворенностью общения, самореализацией. То есть очень много таких психологических понятий, содержание которых включено именно в улучшение нашей жизни. И что же, как же мы с сотрудниками будем вот эту мысль правильно преподносить? Так вот, я предлагаю начать всегда с самого человека. Потому что не надо, мы понимаем, искать хорошо где-то там, потому что важно найти хорошо где-то в себе, где-то есть. И первое, что я вам как бы хотела предложить, это поработать с самими людьми. То есть я делаю всегда очень простое упражнение. Я прошу разделить просто лист на две части. И в одной стороне листа в части написать те качества, которые человек считает достойными, хорошими, которые ему нравятся в себе. И в другой части написать то, что ему кажется, что это не мешает в жизни, не очень хорошие качества, которые вот как-то ему в жизни вот не очень нравятся. И когда мы получаем готовый результат, то мы просим зачитать, и мы можем увидеть, что если больше хорошего, да, что ответить себе, да, это хороший прогностический момент, потому что мы понимаем, что здесь у нас есть позитивная самооценка, которая важна, да, в том, чтобы двигаться к нашему качеству жизни, как она есть. Но если больше негативная функция, да, мы тоже думаем, рассматриваем, возможно, человек так воспитан, что он понимает, что у него есть хорошее, но об этом говорить не положено, да, то есть это из семьи откуда-то еще пришло, особенно вот поколения, которые, да, 90-х там какие-то, да, там 70-х, ну вот такой, да, 70-х и раньше, ну не положено было себя хвалить, да, ну вот такое было состояние. Ну, мы же с вами понимаем, да, что адекватная самооценка предполагает говорить о себе просто, вот, если я хорош, да, я могу, если это свойство мне свойствует, то есть оно мое, я могу об этом говорить легко. Так вот, а мы к чему это делаем, да, нам важно показать. Смотрите, мы потом просим нарисовать круг, обычный круг, и одними кругляшками заполнить хорошие качества, то есть хорошие и плохие качества, вот сколько есть, все круги шкангулы. И потом говорим, а давайте-ка мы плохие качества нам и вычеркну, и на что это похоже. Ну, уважаемые коллеги, похоже это на друшлаг, да, в котором, возможно, не удерживается ничего, да, то есть, как, чтобы мы не получали, у нас утекает, утекает энергия, утекают эмоции, утекают какие-то жизненные силы, которые, возможно, могли бы нас сделать целыми, да, и успешными в этой жизни. И тогда мы говорим, а что же в этих качествах, да, как на них по-другому посмотреть? На самом деле, любое качество, которое воспринимает нами как отрицательное, может нести положительную функцию. Но нам это, как психологам, понятно, да, но не всегда понятно нашим сотрудникам. И тогда мы просим, если сам человек не может найти, да, положительную сторону этого качества, как мозговую штурму, набросать, а что мы бы увидели, да, то есть агрессия может быть защитной, эмоциональность, она может помогать отреагировать с эмоцией и так далее. И вот первое, что нам нужно сделать, это помочь сотруднику в позитивной оценке себя, принять себя. Человек, который с плюсом, с ним можно хорошо работать. Если человек в минусе, с ним с трудом все. Так вот, следующее. Итак, мы с вами определились. Сначала поработали человек. Теперь нам важно понять, а как он в трудной ситуации себя ведет. У нас есть стрессовладание, оно очень сосудочное. Со словом стрессовладание, да. Стрессовладание, это когда я понимаю, как мне действовать в трудной ситуации. Правильно, да. Вот у меня, может быть, эмоциональная яма, я ее могу представлять, стоять в плане, и я могу в нее, в принципе-то, сваливаться бесконечно, да, как говорят, наступать на один из-за работы. Но есть ведь выход. Если обходить, не имея знаний, можно потратить свою жизнь. И в конце мудрым, так и старым, все-таки, боже, чего же я переживала, почему же я не сурализовалась. Так есть просто другие выходы, да. Можно развернуться, поставить цель, да, мы говорим о целях, но умение ставить цель, мы тоже об этом поговорим. И владея разными способами идти в другом направлении, да, в улучшение качества своей жизни. Так вот, в психологии есть такое понятие, да, вы знаете, да, если есть один способ, которым мы владеем, да, то мы как рабы. И, в принципе, если так работает, например, да, в поведении у нас есть, например, ребенок подростка, мы привыкли на него повышать голос. Ну, то есть ребенок рос, рос, мы ему повышали голос, но вдруг в каком-то возрастном периоде он перестанет голос реагироваться, а на других способах нет. Мы говорим, о, что случилось, как же нам здесь, да. Вот, и у нас был начальник такой эмоционально там выдержанный, да, там, владеющий, там, коммуникацией. А тут у нас смена начальника, начальник импульсивный, эмоционально, и мы не знаем, как себя вести, нам плохо, да, все. То есть у нас других стратегий нет. Так вот, и мы понимаем, что это стратегия, что если у нас вот один, да, момент, это вот неэффективная наша жизнь, да. Обычно такие люди легко впадают в депрессивное состояние, да, у них очень часто угрозы, и поэтому, ну, это минус. Если у человека два всю жизнь выбора, да, по жизни, вот он все время мечется, да, с этими выборами, а вот пойти на повышение или не пойти, вот это вот все вроде, а вот принять решение, да, на ребенка кричать, там, не кричать, да, пойти там куда-то учиться, не пойти учиться, а этого лектора послушать, или этого лектора послушать. Да, это как бы реданно-постел, то есть нет внутри ясности. Да, реданно-постел, что, ну, не смог он выбрать голодную, да, так и помер, да, отнимает очень эмоциональных ресурсов много. Такая позиция, когда мы не знаем, какое решение нам в жизни принимать. Так вот, три и больше варианта, да, нам помогают быть свободными. Мы знаем, что если это не пройдет, да, мы имеем право на ошибку, мы должны постепенно к этому подводить сотрудников, что нет идеальных решений, да, могут, мы можем ошибаться. Но когда у нас есть арсенал, да, мы свободны, мы знаем, что к одной и той же цели мы можем доехать разными дорогами. Так вот, и тут мы приходим к копинг-стратегиям. И нам важно сотрудникам показать наши, какие копинг-стратегии есть. Да, возможно, многие пользуются ими бессознательно, но осознанность и знание всегда дают все. Мы всегда сотрудникам говорим, вот то, что вы имеете, это ваша картина мира. Вы, конечно, можете не получать психологические знания, они вам могут казаться такими вот абсурдными, да, такими вот требующими излишних каких-то волевых усилий. Но если мы, люди умные, любой человек стремится к саморазвитию, да, у нас масло, да, там, вверху все-таки высшая ступенька, это все-таки духовное стремление к саморазвитию, да, и все кризисы случаются только потому, что мы не развиваемся, да, куда мы хотим идти, мы туда не идем. Вот, и мы говорим, вот ваша картина мира, и если вы меня послушаете, то ваша картина в том, что такое. Если вы еще какое-то знание получите, она станет вот такой. Вот такой картин жизни, да, вот эти непрощие типа жизни. Или другой вариант, да. Мы просим сотруднику одного, да, подойти к картине очень близко, да, если у кого очень сильное сопротивление, ну, образ, да, включаем. Мы подходим очень близко к картине, и говорим, что вы видите. Ну, вот он видит там эту точку, да, в картине, да, вот это вот представление о вас само. И пока вот это представление, вот оно вот такое, вы не знаете как по-другому. Возможно, ответы есть в вас, но вы просто их не видите. И если вы хотите что-то увидеть, то вам важно сделать. Начните движение. И ключевое слово опять движение. То есть, когда вы отходили, вы производили действия. Представляете, что поднимите. И когда вы отошли, у вас обзор стал очень большим, и вы увидели себя. И если вы будете посещать эти занятия, ваш обзор будет вот таким. И за вами выбор, с чего вы хотите. Вот так или вот так. Всегда такие вот фишки, они работают, потому что сотрудники зачастую, ну, приходят вот в занятия там, сидеть, да, бывает, что-то самостоятельно обращаются не так часто. И поэтому наша задача как-то так показать, что это нужно, чтобы они пошли, чтобы вы делали свою жизнь. Так вот, вот, инстратегия. Я не очень быстро, потому что вы все специалисты, вы не знаете, поэтому я очень быстренько пройдю. Так о чем же мы будем говорить, да, сотрудникам нашим. У нас есть такой лазар, да, очень такой известный, да, у которого есть опросник на определение копинг-стратегии. Так вот, мы сотрудникам можем сказать, вот, такой удивительный человек, о копинг-стратегии, вот, он описал эти копинг-стратегии. Когда у вас трудность, вы действуете по-разному. И от того, как вы действуете, зависит ваша успеха. И если вы будете использовать эффективные копинг-стратегии, то вы сможете управлять то, к чему вы идете. Быстрее достигать своих целей и улучшать свое жизнь. Итак, есть пассивные и активные копинг-стратегии. Естественно, пассивные копинг-стратегии, они считаются неэффективными, потому что они все нацелены на смесь напряжения. То есть уменьшение напряжения. То есть мы как будто себя загоняем в коробочку, да, а мы сами знаем, что если крышечку в кувшине закрыть, копить, 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 то эта крышечка в какой-то момент как фронтаном, да, да, но результаты от этого не будут. И как раз пассивные наши копинг-стратегии, это вот мы с вами знаем, это дистанцирование. Дистанцирование все копинг-стратегии имеют плюс-минус. Но я их отношу к пассивным неэффективным, не несут действия, неактивности, а нам, чтобы идти к качеству жизни, важно действие. Да, эти слова которые живут в деятельности и в общении. Вот. Так вот, дистанцирование сана предполагает, вот, да, я стараюсь вот не думать, все, лишь бы там как бы это далеко все. Она помогает, когда мы работаем, например, в потере. Да, если присоединиться к человеку в потере, можно вступать в национальную яму. Но жизнь обычная, дистанцированная, только вот на время нас отодвигает, да, но при этом она очень не объективна. Другая копинг-стратегия это самоконтроль, звучит очень красиво. Но для сотрудника самоконтроль в объективном смысле хорош, но в смысле копинг-стратегии нет. потому что мы опять, что, мы свои эмоции стараемся, то есть мы стараемся успокоить себя, да, никаким образом, да, не идти в ситуацию, которая может вызвать эмоциональное напряжение. Я в нее не пойду, да, я буду отодвигать, да, уходить. Да, и тут следующее, да, избегание, бегство, да, вообще детская как у нас стратегия, когда, да, я закрыл, да, затолкал голову под диван и думал, что мне не видно, да, вот как в детстве. Ну, по сути дела, это вот бегство, когда мы стараемся исключить в своей жизни трудных людей в общении, да, то есть на самом деле это, когда мы стараемся, люди стараются уходить в какую-то зависимость, да, на работе тяжело, я не буду решать, я буду изменять свое состояние эмоциональное, чтобы к этому относиться проще, да, это все факты, это все какие-то игромани, ну, все виды зависимости, да, появляются. преобладающие копинг-стратегии, но эта копинг-стратегия опасна еще и тем, что тут все-таки психологический возраст ребенка больше будет сотрудником, мы понимаем, да, потому что постоянная тревога за получение ресурса идет, за получение того, чего ты хочешь, и такие люди зачастую не зависят от себя, а мы говорим, чтобы качество жизни лучше, но зависит от себя, а им кажется, что все зависит от окружающих, да, и еще одна из копинг-стратегий, которые пассивные, это как раз вот касается того, когда мы берем вину вот на себя, ответственность такую берем, да, мы начинаем думать, вот если бы я так не сделал, это бы не произошло, но на самом деле, да, осмысление полезно, но когда мы излишне себя критикуем, и излишне превышаем свою значимость, да, в том, что происходит, вот это опасно тем, что мы будем развивать депрессию, конструктивно, да, начать, вот если бы я это не делала, это бы не произошло, да, на самом деле солнце светит и будет светить, если бы даже там что-то не сделаете, так вот, переходим к активным, да, вот к тому, что на самом деле важно, о чем нам очень ярко рассказать, показать, одна из самых первых активных в этой стратеге это контрастация, как бы она ни была кем-то описана, но очень хорошо, да, что-то много эмоций, реагирования, но там есть активность, уже доказано, кто использует активные стратегии, кодные стратегии, все меньше подвержены различным заболеваниям, то есть у них плача души по поводу, да, там, вот как мы говорим, сезоносоматики, не происходит, да, из-за нереализации эмоций, вот, и на самом деле эта конфронтация помогает нам проявить активность, вот ее плюс, и если рассматривать активные копин-стратегии, мы можем сотрудников накидать план в себя, чтобы быть активным, итак, мы проявляем активность, первая, вторая наша копин-стратегия, мы накидываем это в мозговой штурм, да, эти пяти решения, то есть мы начинаем, что я могу сделать, то-то-то-то-то-то, и тут мы ставим в мозговом штурме, нам может понадобиться третья копин-стратегия, запрос поддержки социальной, да, теперь мы можем специально, можем с друзьями, мы сами знаем, можем проговорить, нам станет легче, ясно в голове появится, вот, на самом деле мы набросали свои с помощью социального окружения, и план построили конкретно, и теперь включается четвертая эффективная копин-стратегия, это рефрейминг, да, из НУП, такое, когда мы видим в плохом, хорошее, да, несмотря на то, что это неоглима, а что в этом плюс, да, какие возможности открывает это поведение, что нового, да, потому что, смотрите, любая кризисная ситуация, да, она, любая проблема, она все равно человека ставит в то, что ему приходится двигаться, если он не двигается, он на какое-то время, да, ну, вот, состояние стабильности, да, некоторое, оно вроде бы, как бы, кажется, человек все нормально, но, как, я говорю, как наступать на одни, те же грабли, он будет ходить по кругу, по этому витку, и постоянно возвращаться в такое нехорошее состояние, что что-то не так, но понимать не будет, что не так, и поэтому, когда есть у нас движение, да, вот мы поднимаемся по лестнице, когда даже с одну ступенечку на другую, мы два раза, перенося ноги, оказываемся в неустойчивом положении, но когда две ноги встали, наше положение устойчиво, мы выше, вот оно развитие, поэтому, когда мы готовы идти вперед, мы должны быть готовы, нам важно быть готовы, да, мы должны, важно, что какой-то, в каком-то моменте нам, возможно, будет непросто, но цель, она такая более нам притягательная, чем в нашей жизни. Вот так, как опытная стратегия, я считаю, что многим сотрудникам, когда появляется осознанность, уходит у многих отсутствие какого-то, знаете, такого, что я что-то делал, у меня было непонятно, когда возникает ясное понимание, уходят страхи, а страхи и, опять же, вот тревога, это первый, сенсором того, что мы ничего, мы в чем-то не разбираемся, мы что-то не понимаем, у нас недостаточно информации, знаний, или мы не владеем чем-то, что вызывает эту ясность. И вот эта осознанность, она помогает нам двигаться вперед. Так вот, что я вам сегодня предложу. Сейчас мы перейдем к каким-то, давайте, практическим моментам. Я бы вам из своего опыта хотела вот что. Когда мы говорим о стрессе обладания, мы сотрудникам, конечно, даем очень много инструментария, инструментария, связанного с телеской, другими методами артсерапии, но я скажу, что мне важно. Например, мне важно вовремя отследить состояние сотрудника и переключить его в правильном направлении. И для себя я выбрала таких два важных направления, это семья и работа. И я. Ну, три, да, получается. Я, семья, работа. Так вот, что мне помогает? Первый, мой очень хороший такой помощник, это метод цветовых выборов. Наверное, все вы о нем слышали, но я его не использую в полном объеме, так как предлагает Игорь Леонид Салон. То есть он ведь предлагает такую большую, да, вот, почечку, там, какие-то непонятные, я его так не использую, потому что зачастую у меня нет времени, да, бывать перед заступлением сотрудников, несущих службу с оружием, которых вот нужно здесь и сейчас посмотреть. Я использую очень коротко. Причем, можно использовать вот в таком формате, вы знаете, что метод цветовых выборов, он не привязан к цветам Лушера. Но карточки Лушера использовать можно. Но для этого вы должны коротенько вот так и снизу, ну, для себя отметить, да, чтобы понимать, какой выбор. И обычно, в чем же заключается этот метод? В том, что есть определенные понятия, которые мы можем быстро и легко выявить, чтобы понять, где у человека проблемные зоны и какие у него актуальные базовые потребности, чтобы направить его по нужному пути. Так вот, я вам предлагаю коротенько очень про эти зоны. Смотрите, да, первое, это базовые потребности. Вот в таком, я думаю, что каждый из вас может посмотреть, допишите, да, салон и Л, метод цветовых выборов, причем есть основные понятия, которые обязательно должны быть включены, да, а есть те, которые вы включаете, чтобы посмотреть, что. Так вот, я обычно беру вот базовые потребности, это мое увлечение, интересное занятие. И какую эмоциональную окраску при выборе цвета будет, понятие другие подключены, это будет о том, что является базовыми потребностями сотрудника. И базовые потребности обычно в первом выборе. Я коротко не прописню, да, мы показываем сотрудникам вот такие вот карточки, их у нас восемь точно так же, даем понятия, просим на каждое понятие записать свой выбор, первый эмоциональный, какой хочется. И потом мы уже начинаем интерпретировать. Очень все быстро проходит. То есть эмоциональная реганция, она, как правило, не врет. И тут мы можем, а потом мы просим проранжировать от неиболее приятного до самого неприятного все эти же карточки, и зайдите на этот выбор. Итак, самые первые выборы, это будут базовые потребности, да, и если в них вошли вот как раз мое увлечение, интересное занятие, то человек, вот он включен в жизнь, у него все так вот в принципе относительно хорошо. Дальше. Мы можем посмотреть, в каком времени он чувствует, да, вот эту вот наполненность в будущем, в прошлом, в настоящем, и поэтому эти понятия тоже включены. Мы можем самооценку посмотреть, потому что там есть такое понятие, какой я, и где он будет, какой я. В начале выбора, в середине, в нейтральном выборе, да, то есть я не знаю, да, о себе как-то, или в негативном выборе, когда у меня есть проблема с моим я. И вот эта вот разница между тем, какой я и каким я хочу быть, да, в разнице, вот разбросить цветок, будет говорить о том, что какая у меня самооценка, заниженная, завышенная, адекватная, или она, ну, по крайней мере, будет здесь. И, конечно, актуальные потребности. Это мое настоящее. Все, что мы увидим в моем настоящем, это будет, что вот сейчас актуально и важно. И если в актуальном мы увидим какие-то проблемы, нам очень важно это проработать, да, ну, и, конечно, у нас есть, мы можем отношение к работе посмотреть, да, там такие понятия есть, как моя работа, и негативные переживания, самое главное, да, где они у нас окажутся в начале, в конце, впереди, и если они у нас окажутся, где-то ближе к началу, естественно, это нам хороший такой звоночек о том, что нам нужно терапевт. Ну, и когда я даю это, я делаю это в короткий форму. Я даю буквально восемь каких-то моментов, я, мой начальник, моя семья, страх, и прошу выбрать. и я сразу смотрю и раскладываю, где что находится, и сразу будет информация, как себя чувствует человек. Вторая фишечка, касаемо моей семьи. Я этот коротенький тест, используя только вот, в скоросрочных таких моментах, я его получила, как вот, когда училась на скользком в психотерапии и клинической психологии, что о семье. То есть мы просим на листе А4 нарисовать свою семью, используя только три фигуры. Круг, квадрат и треугольник. Причем фигуры могут на каждого человека постоять. Даем буквально немного времени, да, причем каждая фигура это отдельный человек. Что у нас получается? Вообще интерпретация такова. Мужчины в этом тесте изображаются квадратами, то есть тогда они в мужской идентичности. Женщины кругами, то есть они в своей женской идентичности. Все люди, которые перепутаны, получается, да, если мужчина, он круг, да, то значит в нем больше преобладает каких-то женских качеств. Это там таких как вот стремление какому-то консенсусу, умение слушать, да, то есть вот такая женская больше народа, потому что мужчине оттуда нам дана какая-то, да, активность, да, доминантность все-таки какая-то, да, право решения. У нас в культуре такое принято, да, испокон веков, да, мужчина у нас вот главный. Вот. Что мы видим? Если на деток рисуют, например, на мальчика в квадратике, да, вместо квадратной кружки, то тогда мы в детях хотим видеть такие женские качества, послушные, да, такие качества, как вот умение тоже слушать, а не такое, да, мальчишеское, да, вот поведение такое активное. То есть мы не приемлем вот такое мальчишеское поведение. Что же касается треугольников? Треугольники это те люди, ну, как можно сам если человек выберет эту фигуру, в отношении кого есть переживание, напряжение или какой-то конфликт. И с этим важно проработать. У меня была, например, такая ситуация, когда сотрудник нарисовал треугольником совсем грудного ребенка, и я спросила, что как? Я говорю, почему ребенок чуть-чуть? Он говорит, ну, он вот не спит. Ну, конечно, вышли на тему, да, как, что можно с этим сделать, да, чтобы переживание с кем человек не спит по ночам, да, из-за того, что ребенок успокоен, мыслилось как по-другому. Конечно, переживание будет, но если есть переживание, важно, опять же, что-то действовать, да, от чего не спит, потому что, если ребенок совсем грудной не спит, тоже могут быть разные причины, да, если это хроническое. Вот. И, конечно, важно место членов слизи, мы сами видим, да, если у нас детки нарисованы между папой и мамой, то общение происходит через маму, там, или папу, так же, как и в психологии, размеры нам важны, да, если мы рисуем маленькие совсем фигуры, то это говорит о том, да, о значимости семьи, да, нас самих, фигуры, с которых начинается рисовать значимость, да, этих людей, кто на первом месте у человека в семье, да, кто на втором, можно сразу об этом понять, понять, по сути, роли каждого члена нам тут будут сединиться. Но наша задача экстренно понять, свои ли роли человек, да, и нет ли там напряжения. И вот такой коротенький так нам помогает с этим справедливым. Вот. Ну, и следующая методика, которую я бы хотела вам предложить, это, которую я использую для того, чтобы, когда у человека, у сотрудника, здесь непонимание того, почему он так происходит, но он хочет из этого выйти какого-то порочного крови, каких-то вот ситуаций и хочет тем самым улучшить свое положение в жизни, состояние, эмоциональное, да, качество жизни, о чем мы говорим, использовать ресурсы правильно жизненные, тогда мне здесь импонирует 16, я не знаю, вот, возможно, вы его используете. Это метод ассоциации Юнга, Карла Юнга. Давайте мы вместе с вами его сделаем, потому что я специально для вас приготовила, да, примерно, чтобы было понятно, как оно работает. Я его использую в разных вариантах, потому что нет ассоциаций с сотрудниками, мне важен, потому что зачастую он помогает преодолеть сопротивление, защиту, ну, бессознательно его трудно контролировать, да, то есть мы можем говорить одно, на самом деле, на самом деле, на самом деле, на самом деле, а нам важно понять, что внутри, чтобы двигаться вперед. Поэтому я вам предлагаю выполнить эту методику вместе со мной. Она, во-первых, что нам, плюсы какие-то, доступ к бессознательному, возможность увидеть карту решения какой-то проблемы, перекодировать свои негативные какие-то моменты, да, копинг какие-то, да, возможно, какие-то сценарии, какие-то убеждения, которые пришли из-за бы нет, да, там, возможно, еще в раннем детстве или еще откуда-то на наши, на взрослые осознанные решения. Итак, сейчас я попрошу вас подумать, вот, с чем вы хотели поработать. Я взяла слово кризис, ну, потому что он близок нашей теме, ну, вот как-то, потому что вот у нас сотрудники зачастую, да, вот, кризисы переживают, там, под 40-40 лет, кризисы среднего возраста и у них начинаются такие-то, вот, они думают, как бы уйти, куда-то, запоминяют работу, там, в семье что-то у них там не устраивает, то есть зарплаты, ну, все вроде устраивают, тут раз так вот, и непонятно, да, на самом деле это кризис среднего возраста, да, и не все готовы к этому пришли, и что происходит, мы можем понять, вы можете взять любое понятие, которое волнует вас, это может быть работа, это может быть деньги, это может быть, ну, что угодно, важно подумать и записать, записать на краешки и кризис, вот, вот, ну, побольше, кризис, вот, вот, потом от 1 до 16 пронармировать либо поставить 16 точек, теперь, когда вы поставили 16 точек, ну, просим задуматься, да, и написать 16 первых нотки и ассоциаций на эту сторону, возможно, они будут абсурдными, может быть, не связаны с этим словом, но пишем все, что приходит в голову, но не повторяясь, если одно и то же слово к нам приходит множественно, мы его выписываем вниз, но дважды не записываем, то есть, все мысли, которые к нам приходят с ассоциацией, мы записываем от 1 до 16. Давайте это сделаем, потому что тогда будет все понятно. Это может быть слова, словосочетание, это будет бедна речи, то есть любая часть речи, которую он захочет, конечно, не предмог, но такие вот самостоятельные части какие-то речи. Спасибо. Хорошо. У нас записаны 16 ассоциаций, мы просим их прочитать и почувствуем, о чем это в жизни. Возможно, какой-то теле, как нам, хорошо, плохо, что-то мы, какая-то есть понимание, о чем это. Если ничего не возникает, это тоже нормально. И теперь мы просим объединить каждую ассоциацию, попарно начиная сверху по 2 ассоциаций и найти на каждой следующей 2 ассоциации, по 2 ассоциации, соединяя, новую ассоциацию. То есть, когда мы прочитываем, например, возраст перемены, какая новая ассоциация, какая новая мысль возникает, и мы их прописываем. То есть, мы попарно соединяем ассоциации и находим новую ассоциацию. Можно это представить, когда мы произносим эти попарно ассоциации, о чем это, и записать новые ассоциации. У нас и так получится, если мы попарно, 8 ассоциаций новых. Я даю вам время, чтобы вы попробовали это сделать. Вот так попарно. Это новая ассоциация. Причем важный порядок. Первый, это второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восемь, девятый, восемь. Вот так. Когда это готово, мы дальше идем, и теперь мы соединяем ассоциации, которые получили слово по порядку попарно, и выйдем на 4 ассоциации. И когда мы зачитываем новые пары слов, у нас снова рождается какая-то картинка, какая-то мысль, и мы ее записываем. Балитр, это не может повторяться? Нет. Если слово приходит постоянно, мы его записываем вниз. То есть оно для нас очень важно. Мы об этом потом отдельно говорим. Продолжение следует... Если кто закончил, то мы выходим на 4 ассоциации, которые мы также соединяем попарно, и выходим на 2, на 2 последние ассоциации, которые мы также зачитываем, и думаем о чем это, и первая наша мысль записывается вот в конце. То есть мы... В конце у нас будет ключевое слово ассоциации. Если даже нам не кажется, что это как-то не связано с этим словом, с нами, мы пишем то, что приходит, какие мысли приходят, какие образы приходят, это важно. Ничего просто так не приходит. Ничего не происходит случайно. Все, и не смысл. Спасибо. Спасибо. Так. Вышли, да, на ключевое слово? Теперь давайте посмотрим. Ключевое слово – это наша глубинная ассоциация. Вот просто подумать, о чём это в нашей жизни. Вот два последних слова – это «кой». Это вот как, знаете, направление к решению. Оно может быть позитивным, оно может быть каким-то другим, но это вот этот вот корень, который нас ведёт к решению этой ситуации. Но теперь нам важно вот что понять. Вот первый столбец, всё, что мы записали, – это уровень реальности. Это вот то поверхностное, да, что есть у нас. И так вот, знаете, вот иногда о таких поверхностных моментах, когда нам говорят, что старость – это плохо, кризис – это плохо, и мы откуда-то это от родителей, там в школе, да, там спросить это плохо, да. Это у нас формируется, и мы, естественно, не знаем, откуда это пришло, но это в нас сидит. То есть наш мозг записал эту информацию, и это как вот мусительные вирусы, которые в нас работают. Посмотрите внимательно, есть ли какие-то мусительные вирусы, да, именно в первом блоге, в реальность. Если здесь книги начинаются негативные слова, то есть здесь в начале были, возможно, разные, но книги начинаются позитивные, это очень хороший прогностический момент, что проблема будет решена. Вот. Я вам сейчас коротенько расскажу о всех блогах, да. Второй вот уровень ассоциации – это уровень разума. То есть это уже то, о чём мы можем задуматься на уровне наших мыслей. А откуда у нас эти мысли пришли? То есть если там уровень поверхностный, да, откуда-то это пришло, ну я, вот оно поверхностное, то тут уже откуда эти мысли пришли? От мамы, от каких-то, может быть, одноклассников, от коллег, от мужа. То есть вот откуда эти мысли пришли, да, вот. Очень важно это осознание. Третий уровень – это уровень эмоций. Если мы из третьего уровня составим предложение, вот у меня, например, третий уровень получил «Думать вперёд, женщина радостная». Думая, иду женщиной вперёд радостно. Вот у меня так получается, да. Я тут вижу, что на уровне эмоций у меня всплыло женское, да. И то есть в женской идентичности я могу радовать, но не важно идти вперёд, идти вперёд, как женщина, да. И не в другом направлении. И вот эта эмоциональная составляющая вот тут как раз ключики в наши эмоциональные, вот тут могут быть тревога вызывать вот в этом, да, блоке. Возможно, какие-то моменты переживания, а может быть, наоборот, какие-то позитивные эмоции. То есть вот этот вот ключик к эмоциям, он лежит, если мы составим предложение и то, в который у нас получился эмоциональный блок. Следующий блок – вот как раз корень решения. Да, это вот как раз то, что нас ведёт к решению. И очень важно тут посмотреть, есть ли тут ресурс, о чём это, куда это. И глубинная ассоциация – это выход на решение. То есть вот этот треугольничек, да, который – это наше решение. Если нам понятно, о чём это наша жизнь, как нам с этим, как наше тело откликается, как наше внутреннее откликается с этим, то это хорошо. Если нам всё-таки непонятно, да, мы начинаем, да даже если непонятно, рассматривать, где у нас появились негативные слова, на каком уровне, где у нас лежат проблемы с тем, чтобы что-то решать. Да? И если это в первом уровне, то это уровень поверхностный, да? И мы смело что берём? Нашли где больше негатива? Негатив начинаем зачёркивать. Вот для меня негатива в первом как-то его нет, а вот в втором – старый. Я беру его и зачёркиваю в старый. То есть нам важно перекодировать. То есть не просто найти проблемы, да, в том, чтобы, что нам мешает, да, а в том, чтобы перекодировать свой мозг, чтобы движение создать к решению. И я могу либо противоположное слово найти, либо слово, которое позитивно откликается на это слово. Старый. Ну да, для меня молодец. Я переписываю страшно, да, у меня есть. Я переписываю ясно. То есть для меня это так, да? Кризис. Я переписываю на развитие. А, ну повторяться нельзя, у меня есть уже развитие. Я, значит, пишу вперёд. Больше у меня здесь негатива нет. Но теперь моя задача – новые ни слова, ни ассоциации, найти новые ассоциации и переписать свой ключ. То есть у меня появились молодость ясная. Я думаю, что на молодость ясная? Ясно молодость. Жизненная сила она появляется. Вот. То есть не мысли думать, а жизненная сила. То есть думать не помогает. Вот. И я здесь зачеркиваю думать и пишу, у меня новая жизненная сила. Следующая, да, у меня появилась. Вперёд развитие. И у меня появилась не вперёд, а уже иду. То есть глагол появился, действие. То есть мы понимаем, чем отличаются просто слова от глаголов. Глагол – это всегда действие. То есть я уже готова к тому, чтобы решать, а не просто думать об этом. И теперь у меня новая ассоциация. Я смотрю, жизненная сила идти. И у меня уже не планировать. Жизненная сила идти. У меня появляется слово. Жизненная сила идти. Быстро. То есть у меня важно движение. И у меня получается семья. Быстро. Да. Я думаю, что быстро семья. Не отдых. А вместе. То есть мне важно, я понимаю, больше времени проводить со своими близкими. Да. Не отдых выбирая для этого, а просто, может быть, в каждойной какой-то ситуации находить время. Включенный, да. Не обязательно много времени на отдыхе, в семье. Можно быть включенной. И при этом давать своим близким столько, сколько нужно. И в 15 минут можно быть детям, да. Мужу, да. То есть быть включенным. А не сидеть и просто рядом не ходить. Вот так, переписывая код, мы можем найти решение конкретное. И можем выйти на проблему. А проблемы наши обычно где? Ну, детская родительская отношения. Да. Где они еще могут быть? Они могут быть проблемы, но с ценностными какими-то вопросами. Еще где? Ну, в наших, опять мы видим, установках. Вот они, критерии, да. Эмоции. Наши ценностные установки. Смысл. И мне это упражнение очень нравится, потому что оно очень быстро помогает проблему превратить в решение. А мы знаем, что любое качество нашей жизни зависит от того, что мы движемся вперед, а не уходим от решений и не движемся назад. Да. То есть нам важно двигаться вперед, это развить. И тогда мы кризисы переживаем, мы к ним не готовы, мы понимаем все новое. Это, в принципе, понятное, если мы в этом разбираемся. Если мы от этого уходим, нам это понятно, мы в этом разбираемся. Я сейчас посмотрю по времени, чтобы меня так редко не отключили, а у меня осталось 5 минут. Поэтому я бы хотела вот в конце еще вам сказать, что по этой методике можно и метафору нарисовать. Знаете, очень нравится такое, когда человек не знает, что с ним, и я говорю. Ну, вот ты подумаешь, у меня женщина очень хорошо, вот о своей жизни. На что похожа твоя жизнь? Если человеку не нравится, как он живет, я замоталась, там, работаю, работаю, я там, семью свою, Ну, ведь наши сотрудники так устроены, да, бывает, что очень много задач выполняешь, да, там. И тогда мы говорим, ну, на что похожа твоя жизнь? Поэтому о себе, одеться, по работе, вообще о себе. И вот одна моя сотрудника сказала, на жизнь похожа на, вот, я не помню, мячик. Ну, скачь, 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 скачь. Я, вот, говорит, сама этот мячик и есть. Я говорю, какой поединок мяч? Вот тут кака-то, его забросили, да, то есть есть управление, все это мячик, да, то есть он там по себе не может скакать. То есть о его предназначении скакать, здесь движение сюда. Вот, значит, есть внешняя управляющая сила, да, мы понимаем, здесь родительские установки, да, то есть вот, наверное, всегда кто-то управлял, кто-то решение принимал, да. Сейчас это раньше были родители, сейчас это начальники, и вот нам задают этот темп. Вот мы скачиваем, он на семью нам кто-то его задает. Я спрашиваю, ну вот сколько ему лет, да, как ему комфортно, чтобы он там скакал, да, ему комфортно, чтобы он скакал, но при этом устает, да. А усталость, что это такое? Мы же ведь вагоны разгружаем. это эмоциональная устечка энергии. И пока мы не понимаем, что о чем это, и тогда мы спрашиваем, а какое поведение хотелось, чтобы играли на этот танк? А какой, где бы хотелось, в какой находиться, в какой-то комнате красивой? Мы идем к метафоре, который устраивает человека на уровне поведения, на уровне эмоций, на уровне сцены. У тебя что важно? Чтобы не всегда быть в таком напряжении, в движении, а иногда передохнуть и посмотреть на что-то другое. И что вокруг еще другие есть. Поэтому работа с метафорой очень бывает такая хорошая, что мы помогаем человеку увидеть, что на самом деле, что он делает, он может осознать, понять и изменить. Когда человек что-то осознает, он перестает так делать. Потому что если я понимаю, что я из-за обид, например, на свекровь болею, зачем я бы меня обижаться? Я не хочу болеть. У меня появился... Ну и хотелось бы у меня закончить тем, что вам важно сотрудникам всегда говорить, что выход всегда есть, все решаем. И как раз для многих я скажу вам речу про крыс, которые я очень люблю рассказывать. В общем, одни ученые решили поставить эксперимент с крысой. И в общем, в один тупик ложили сыр. И вот голодную крысу ставили в ходу моберин. И она сначала забегала в первый, в третий, в второй, в третий, в четвертый съедала. Сыр довольно возвращалась. И так на 9, 2, 3, 5, 10 раз. И крыса перестала бегать по моберинку. Она сразу бежала в четвертый, съедала и довольно бежала назад. Но ученые решили изменить место сыра. И поставили его в автону. Рыза, четверый, запах сыра. Куда бежит? Четвертый. Рыза нет. Она что делает? Бежит четвертый. И вот так бегает на человеке, на милом, на третий. И всегда есть выход, и эти места сыра, она всегда есть. Главное увидеть, посмотреть и картину не рецепт. Поэтому, коллеги, у нас такой небольшой с вами сегодня получился диалог. Спасибо вам большое, что вы пришли. Спасибо, что вы захотели что-то узнать, расширить свою картину. И я видела обратную связь, мне очень приятно, когда я езжала в обратную связь, потому что у нас такая работа, в дистанции, она вот такая своеобразная. Да, нас учат общаться вот так. Всем большое вам спасибо. Екатерина, спасибо. А можно ваш контакт? Конечно. Как организация с вами будет? Да. Как с вами связаться? Так, ну вообще я работаю в межрегиональном отделе психологической работы ГУКСН России по Красноярскому краю. Я могу вот так... МОПР называется коротко. Межрегиональный отдел психологической работы. А это что за ведомство? Это ГУКСН России по Красноярскому краю. А, понятно. Мы занимаемся... Как с вами связаться в Красноярск? У вас сейчас уже обед. Ой, вечер. У нас вечер. Вечер, это у нас обед. Вы можете позвонить прямо в МОПР, да, через нашу дежурную часть, либо мне вот, ну как-то вот на сотовый могу вам его дать. Суцет. Ну, можно профессионально с вами поговорить? Да. Мне очень понравилось, что вы говорили. Как говорили? Вы умница. Умница. Спасибо вам, Екатерина. Спасибо. А поглаживание тоже приятно. Ну, давайте запишем. 8 924 011 99 55. 5-5? Да, на WhatsApp 5. Это WhatsApp, да? Это WhatsApp, это Viber, то есть вы можете... Мне тоже 924, но он без WhatsApp, я тогда с другого напишу. Екатерина, спасибо. У меня просто по методике, по вашей нескольких вопросов можно будет побеспокоить вас, когда на следующий день. Ну, это не моя методика, так скажем, да? А как она называется? Чья это методика? Так, вам по какой интересно. Вот этот вот 16 ассоциаций Юнга? 16 ассоциаций Юнга и последняя метафора. В общем, мне вот все понравилось. Да. Ну, вообще, я, знаете, училась у такого интересного человека, Лена Зуева, в Институте клинической, в Московском институте клинической психотерапии, психологии, и вот очень много фишечек по синейке, смене терапии, да, я взяла оттуда. И вот это...